Уходящий год прошел под эгидой блестящего полководца святого Александра Невского. В честь него в Ульяновске начали строить храм на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Полбина. На торжественной церемонии закладки мемориальной капсулы побывал губернатор в компании федерального гостя Сергей Степашина. На фундаменте церкви митрополит Лонгин провел молебен. Это первая общественная молитва в строящемся храме. Пока еще под открытым небом, но молитва о том, чтобы Господь помог этому благому делу, чтобы он благословил и строителей, и ктиторов, то есть тех, кто помогает, на чьи средства, на чьи деньги строится храм. В этом году в честь Александра Невского провели почти 2000 мероприятий, приуроченных к основным вехам жития святого. И сегодня хочу сердечно поблагодарить всех тех, кто проводил эту важную просветительскую и патриотическую работу. Кто не просто сохранял, а обновлял память нашего общества о великом соотечественнике. В 2021 году исполнилось 800 лет со дня рождения новгородского князя. Председатель наблюдательного совета фонда содействия и развития ЖКХ воспринимает Александра Невского не только как святого. Сергей Степашин чтит его как мудрейшего правителя. Самое главное, пожалуй, то, что он был дипломатом, который, в общем-то, рисковал. В свое время, когда он начал вести переговоры с Батыем, его граждане Новгорода не поняли, не приняли и изгнали. Он вынужден был ехать из Великого Новгорода. Потом, когда случилась беда, они его снова позвали. И он не обиделся. Он понимал, что он служит в своей стране. Глава региона вместе с митрополитом наградили медалями и почетными грамотами ульяновских политиков и предпринимателей. Все присутствующие на совещании участвовали в процветительской деятельности, прославляющей святого. Виктория Черкова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.